Так как я сушу вязаные вещи, на сколько спиц я набираю петли в начале нового процесса И еще расскажу, что я сейчас вяжу, что я доделываю И смотрите это видео Всем привет! Меня зовут Анастасия И добро пожаловать на YouTube канал Рукотворная Ру Который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами И здесь еще много информации на околовязальные темы Видео я добавляю два раза в неделю, по вторникам и пятницам И каждые две недели по воскресеньям я провожу стримы Присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео А сегодня новый день и новый влог Очень традиционно по выходным, когда я при хорошем освещении показываю, что я сейчас вяжу И еще покажу, на сколько спиц я набираю петли, когда начинаю вязать новый процесс Ну а в кадре сейчас традиционный мой вот этот серый гигантский процесс Я уже связала такое огромное-преогромное полотно И по сути дела я сейчас, ну я не рассказывала пока, что это будет Это такой, знаете, проект-сюрприз Потому что я сама еще точно не понимаю, насколько у меня все это получится Поэтому решила вообще никому не рассказывать Здесь я делаю плечевые швы Это аккуратно крючком я выполняю вот эти такие швы С лицевой стороны они практически незаметны Вот меня такой результат устроил, потому что мне нужно, чтобы они были максимально не тянущимися И что же это будет? Мне еще нужно оформить такую вот горловину, по сути дела И пока на этом, наверное, я остановлюсь Особенно не буду рассказывать Но это гигантское полотно, которое я уже довязала И получается, что пряжи мне все-таки хватило на то, что я хотела Очень тщательно я рассчитывала в этот раз количество петель И вообще полностью старалась вывязать вот эти остатки пряжи Причем я взяла в этот раз уже на весах, измерила каждый клубок У меня было несколько клубков Я показывала, как отпаривала я эту пряжу, как я пыталась что-то из нее сделать Так вот, в этот раз я уже окончательно взвесила каждый клубок пряжи Точно рассчитала, сколько мне надо на переднюю часть изделия Сколько мне нужно на спинку И у меня вот в этот раз, скорее всего, изделие наконец-то получится Ну и обещала я показать, как я сушу вещи вязанные То есть в этот раз, как я и рассказывала Я решила все-таки постирать, не снимая фактически со спиц тунику Потому что мне нужно посмотреть, как она поведет себя после стирки Это все у меня находится сейчас на такой сушилке Я здесь положила целых два слоя полотенца И все это лежит горизонтально, вот так Сейчас, когда все это высохнет, я здесь отступила где-то примерно сантиметра четыре И намочила все, что ниже То есть все это полотно мокрое Аккуратно разложила его на полотенце Я все-таки все сушу обязательно в горизонтальном положении И вдали от отопительных приборов Конечно, сейчас уже довольно тепло дома Но все-таки я бы и не советовала сушить на батарее вязаную вещь Потому что это уже будет не совсем контролируемый процесс Так, это просто обычная сушилка, на которой есть полотенце И, конечно, соседи куда без них Еще я обещала рассказать, насколько же все-таки спиц я набираю петли при вязании Кто со мной довольно давно, то вы, наверное, если видели мои старые видеоролики Вы прекрасно помните, что я традиционно набирала петли на две спицы Выглядело это примерно вот так То есть брала я две спицы и набирала петли Причем делала я это очень много лет Получается, что именно так меня учили в детстве И я даже не думала, что можно применять какой-то другой прием Затем, когда я уже стала изучать литературу, информацию Видео пересматривала на ютюбе и в инстаграме много смотрела всего То я стала замечать, что очень многие набирают петли на одну спицу И у них получается результат не хуже И я решила попробовать Конечно, в этом случае не нужно очень плотно затягивать петли Потому что иначе вам первый ряд будет очень трудно провязывать Но вы знаете, последние, наверное, полгода или около того Я теперь уже практически все изделия вяжу именно так То есть я набираю петли именно на одну спицу И я не могу сказать, что это получается какой-то плохой результат Хотя, вы знаете, пока я вязала и набирала петли на две спицы Мне тоже нельзя сказать, что результат как-то меня не устраивал Но теперь кромочный край получается нижний Край кромки получается очень ровным Даже еще более ровным, чем он был И для меня даже самой до сих пор остается загадкой Как же я раньше не делала бы так То есть мне казалось, что у меня и так край хороший, ровный, не растягивается То есть я, в принципе, довольно плотно вяжу Плотность у меня такая, условно можно назвать, средней Поэтому меня все устраивало А теперь, на мой взгляд, кромочный край получается еще более ровным и аккуратным И вот эти сами петли, которые на спице находятся Они не перетянуты и они не равны двум окружностям спицы Получается, что петли более ровные В первом ряду именно И вот это меня все устраивает полностью И вы знаете, я думаю, что никогда не поздно совершить какое-то открытие Даже если это кажется какой-то, ну, такой, можно сказать, даже ерундой Вроде бы, да, какая разница На одну спицу набирать петли или на две Но в итоге получается, что можно даже много-много лет вязать И о чем-то передумать и делать как-то по-новому Вот в этом случае у меня именно так все и произошло И честно, я очень рада, что я смогла открыть для себя вот такой совершенно простой И отличный прием для вязания Вот я думаю, вам тоже видно, что край ровный, все то же самое Но набираю теперь петли я исключительно на одну спицу И еще я хотела вам показать такую забавную книжку, которую я нашла у родителей То есть это книга, по которой, по сути дела, я отчасти училась вязать Постараюсь как-то аккуратно сфокусировать кадр Надеюсь, будет вам видно Итак, эта книга какая-то, видимо, из серии «Сделай сам» Здесь полностью есть автор книги 92-й год, то есть получается это 90-е годы Здесь есть И вы знаете, очень хорошая книга для начинающих, для детей То есть я ее читала с детского возраста Не помню, кто ее подарил Наверное, мама или папа То есть, видимо, они подождали, пока мы с сестрой будем уже в таком более-менее сознательном возрасте И такая книга пригодилась нам именно при вязании Ну, по большей части игрушек Здесь в основном игрушки И некоторые вещи даже я сама, когда начала листать, стала вспоминать, что именно их я и вязала Даже некоторые дарила Некоторые лежат у родителей Здесь вот, кстати, про клубок Очень полезная информация То есть получается, как сделать клубок так, чтобы из середины можно было взять нить и вязать Ненавистные мной узлы, от которых я полностью избавилась У меня есть видео отдельное о том, как избавиться от узлов и вязать без узлов Очень хорошее, популярное видео Тут приемы вязания крючком Полезные приемы, как вязать крючком Здесь тоже мне нравится, как вязать круг И прям, знаете, такая какая-то ностальгическая нотка у меня появилась То есть, надо же, это книга, которую я читала совсем маленьким ребенком Здесь всякие декоративные такие подушки в виде гусениц Ну вот, с чего действительно начать вязать ребенку, например, если у вас маленький ребенок Например, вот отличная такая подушка декоративная в виде гусеницы Можно скомбинировать разные цвета и получится очень здорово И ребенок будет видеть результат практически сразу, потому что вязать ее быстро Здесь есть и схемы Такая подушка в виде рыбки, тоже хорошо А вот эту божью коровку я вязала, она до сих пор лежит у моих родителей Нужно как-нибудь, когда я к ним пойду, сфотографировать что ли ее Потому что такая черно-красная Очень хороший символ, мне кажется, весны и всего хорошего Это божья коровка Из этих игрушек я ничего не вязала Сейчас, наверное, долистаю, покажу вам, что я еще вязала Что-то с грелками у меня как-то тоже не сошлось А вот карандашниц несколько я вязала Вот собачку я не делала, а вот тигра такого делала точно Даже, кажется, кому-то из подружек дарила еще в детстве Очешники Мне кажется, я делала что-то вроде кошелька, что ли Примерно такой же грибочек я тоже вязала Сразу, знаете, такие детские воспоминания И, кстати, по-моему, даже такая вот фигурка с грибочками Это как игольница, тоже у родителей где-то лежит Нужно будет посмотреть То есть хорошие книги И до сих пор, видите, она в хорошем состоянии То есть я ее тоже старалась беречь В обложку ее аккуратно поместила Здесь всякие куклы Игрушки-сувениры есть Цыпленок такой из вытянутых петель Тоже хорошо И, вы знаете, иногда для вдохновения вот так вот возьмешь Я уже очень много лет не вязала игрушки Но вот так вот посмотришь и думаешь, как же здорово И помню, что вязала я лягушку и осьминогу тоже Осьминог, кстати, тоже кому-то из подружек в подарок Причем это тоже были такие детские времена Типа 12 лет или что-то в этом роде И тут, что хорошо в этой книге То, что тут все равно какие-то приемы И основа конструирования тоже есть Очень хорошо для детей Ну, а что может вязать еще ребенок для самого себя, например Какую-то хорошую, такую красивую игрушку Почему нет? Это просто замечательно Я всегда приветствую Хотя, да, я вот говорю, что я очень много лет уже не вязала никаких игрушек Что-то это по детству только было Если только связать кому-то в подарок Так что, да Что тут еще интересного Остальное я уже ничего не вязала Здесь целые куклы есть такие гигантские Сейчас покажу То есть этот Карлсон с бутылкой варенья Это уже слишком сложно, на мой взгляд Так что, да Вот так 125 рублей стоила эта книга Даже есть цена То есть я ее так обернула Это, ну, скорее всего, я делала Или, может быть, папа просила То есть в такую обложку Чтобы книга сохранилась в хорошем состоянии Хотя такой, знаете, мягкий переплет Но до сих пор актуальная книга И у меня что-то столько воспоминаний о детстве сразу Ну и напишите мне в комментариях Вязали ли вы игрушки В детстве или сейчас Вообще любите ли вы вязать игрушки А то я что-то, знаете, из таких малых форм По детству перешла уже Что-то глобальное И такое более практичное, что ли Хотя игрушки это тоже хорошо И они могут как-то по-особому Влиять на сам интерьер, например И, возможно, мне тоже что-то стоит связать Такое декоративное Если не сегодня, то когда подумал я И решила записать этот фрагмент видео Прямо в пятницу вечера Я вообще фрагменты влога снимаю В несколько приемов Поэтому, ну, бывает так и получается Что большая часть, конечно, видео я снимаю Естественно, по выходным При хорошем освещении Сегодня я поставила всего один софтбокс Так как это расслабленное видео Я решила не совсем что-то таскать Софтбоксы, эти переноски Удлинитель для проводов И просто с вами пообщаться Часто мне поступают такие комментарии Пишут, что это очень сложно быть блогером Что приходится транслировать какую-то Там часть своей жизни В публичное пространство Поэтому это бывает сложным Так как не всегда ты можешь показать Свои истинные эмоции То есть у тебя, получается, нет такой возможности Так, поплакать, поныть То есть это считается таким неприемлемым у нас В принципе, я тоже с этим согласна Не особенно хочется и не особенно-то приятно Смотреть на человека, который постоянно ноет Или у которого ужасное какое-то настроение Или он просто скандалист Ну, возможно, такие люди тоже есть Но я таких вот не очень смотрю И у меня даже в близком окружении таких людей тоже нет И сегодня я решила повязать немного Это вот новые спицы И показать вам, какие они в работе Эта спица как раз 40 сантиметров Я их показывала в предыдущем видеовлоге И на стриме показывала Это китайские спицы Заказ такой, тут 5 наборов Или что-то в этом роде за 300 рублей Я пытаюсь их протестировать И посмотреть, насколько они хорошие И пока, вы знаете, мне все нравится Поэтому сегодня с вами об этом и поговорим О том, что можно транслировать в публичную плоскость Что нельзя И бывает ли у меня плохое настроение Тоже вам расскажу Еще, кстати, нашла такой забавный способ Для хранения Угадайте, чего? Это хранение образцов Я, честно, не знаю, как к ним относиться Потому что это вещи, которые я когда-то вязала Поэтому это, скорее всего, просто как какая-то память для меня И я просто их храню Возможно, это какое-то напоминание Или если понадобится вдруг нить какого-то определенного цвета, допустим Для конкретной вещи Если там несколько петель распустится Я всегда могу подобрать по оттенку того образца И мне это пригодится Честно, вот рука не поднимается выбросить А вы напишите выбрасывать образцы В принципе же образцы сослужили службу Уже после того, как вы связали готовые изделия Но я все равно оставляю И бывает, они тоже могут понадобиться Ну и что я могу сказать по поводу блогерской деятельности Да, действительно, нужно очень внимательно следить за тем Что ты транслируешь в открытое такое пространство публичное Но отчасти в чем мне лучше В том, что у меня не бывает плохого настроения То есть в моем случае Это бывает такая накопившаяся усталость, например То есть если я недостаточно времени отдыхаю Провожу как-то так, чтобы я могла переключить свое внимание То бывает такое, да, что я могу устать И это отчасти может как-то влиять на мое В какой-то мере ощущение внутреннее Но если я отдохну и начинаю делать то, что мне нравится Или то, что меня сейчас интересует Если я как-то переключаю деятельность То это у меня все быстро проходит Возможно, мне в этом повезло Возможно, у меня слегка такая более устойчивая нервная система Потому что, ну, я смотрю тоже по своим родителям Которые особо-то и не скандалили Не ругались И меня ничего не заставляли делать Почему я буду вдруг над собой издеваться Нет, конечно Не нужно себя никогда сравнивать с другими людьми Мне кажется, это главный корень вообще всех проблем То есть не нужно думать, что О, там, например Она успевает там и пятерых детей воспитывать И еду готовить, и убираться дома Значит, я такая плохая и неправильная Что у меня так не получается Нет, это совершенно может быть иначе Все, возможно Возможно, этой более успешной домохозяйке Помогает очень хорошо муж Или, допустим, к ней приходит домработница Или у нее есть няни Или у нее есть еще кто-то, кто ей помогает Поэтому не нужно никогда никого ни с кем сравнивать Вы же не знаете, какой путь этот человек прошел Поэтому да И вот про усталость я хотела тоже рассказать Потому что у меня в мае намечается такой микроотпуск То есть я уже на стриме рассказываю И одно видео у меня было, где я рассказываю, что я человек работающий То есть YouTube у меня это как хобби Поэтому, естественно, я не могу очень много времени ему уделять Так как я работаю 5 дней в неделю по 8 часов И если считать там еще сколько добираешься до работы с работы То это, конечно, вообще какое-то невероятное количество времени Поэтому да Я стараюсь по выходным максимально сделать все Чтобы у меня были готовые видео к публикации То есть чаще всего я по максимуму стараюсь в выходные смонтировать видео Сделать видео, приготовить Бывает, правда, в будни тоже Но я стараюсь, конечно, этим не злоупотреблять Потому что это очень тяжело То есть мне приходится иногда по вечерам тоже монтировать видео Если у меня нет, например, на ближайшую пятницу чего-то Вот И вот сейчас у меня такое, знаете, апрельское такое накопление Вообще дел всего Что получается, что я сейчас вот сделаю вот это видео влоговое И все, у меня больше ничего нет для публикации уже в следующую пятницу И что я буду делать, мне тоже непонятно Потому что вроде бы отпуск И хочется совершенно отключиться вообще от всего От социальных сетей Просто выпасть из них Но как можно это сделать, если у тебя в телефоне постоянно что-то пиликает Или ты там видишь обновление других людей Там комментарии приходят То есть у меня даже была такая мысль В этом году в мае дней на 10 удалить просто приложение У меня есть творческая студия YouTube и просто YouTube Просто их удалить и вообще не заходить в социальные сети Но у меня это не получится в этот раз Потому что я никуда уезжать не буду далеко То есть у меня все будет под рукой То есть у меня будет и фотоаппарат рядом И в принципе квартира в моем распоряжении Возможно будет тепло Я смогу даже погулять, записать какое-то видео на улице Я пока сама не понимаю для себя Насколько я готова вот так вот отдыхать от YouTube Потому что если говорить честно и реально То за эти три года у меня особенных перерывов-то и не было То есть если у меня предполагалась поездка То я заранее делала видео Готовила их к публикации и спокойно уезжала Но все равно на комментарии я отвечала И все равно смотрела, что происходит Поэтому не было такого периода, чтобы я просто ничего не делала И вот так как сегодня такое общение довольно откровенное Поэтому да, я решила рассказать о том, что если я вдруг в мае исчезну На какое-то время, вы не пугайтесь Вы не думайте, что я просто все бросила Или там удалила канал, как очень многие пишут Удаляю канал, ухожу Нет, такого не будет Я не собираюсь до такой степени себя доводить До такого изнеможения, что я вообще ничего не смогу сделать Поэтому обязательно я вернусь И даже если я исчезну Возможно я все-таки успею что-то сделать За несколько праздничных дней, вот этих майских И я буду очень стараться, конечно, сделать Потому что отдыхать тоже нужно Хотя, я не знаю Для меня отчасти, наверное, YouTube Это такое хобби, которое очень нравится И приносит отдачу именно Такую эмоциональную, что ли То есть эту вот связь никто, наверное, не поймет До того, как тебе не начнут люди писать Очень много хороших слов, поддерживать Это очень сложно понять Потому что, ну, я тоже не могла представить Что такое может произойти То есть это люди, которые вообще Меня совершенно не знают А пишут добрые слова Это очень приятно И спасибо вам большое всем за поддержку Я очень часто в социальных сетях В сторис, в инстаграме Публикую комментарии, которые мне пишут У меня там есть специальный такой подраздел С комментариями Тоже сколько добрых людей Сколько добрых слов Это просто невозможно представить И я никогда бы не могла подумать Что у меня тоже такое будет Поэтому, естественно, никуда я прям Уж совсем исчезать не собираюсь Но мысли такие бывают Что, возможно, нужно действительно Как-то отключиться от этого всего А с другой стороны, мне кажется, что Пройдет вот так максимум два дня И у меня рука сама потянется к камере У меня идей будет еще гораздо больше Даже если я первые два дня Просто буду Сидеть и вязать с утра до вечера Планы у меня всегда есть На ближайшие видео На ближайшие темы Откуда они у меня берутся Да, конечно, из ваших вопросов Потому что мне очень много пишут вопросов Комментариев И я ставлю их обычно В такую линию по срочности То есть, если человек вот прям сейчас Что-то вяжет, например Или у кого-то вопрос по конкретной манипуляции Которая вот нужна прям сейчас Я, конечно, могу относительно быстро Что-то сделать, смонтировать Но даже не знаю А если что-то Я могу что-то быстро сделать, смонтировать Если это прям что-то такое Не требующее прям таких больших усилий Но бывают такие ситуации Что да, у меня там отдельное видео С мастер-классом с каким-то И занимает вообще несколько дней Там неделю Причем так как я по большей части Стараюсь снимать по выходным При хорошем освещении Дневно мне все-таки кажется Что софтбоксы Ну, какие бы они ни были Они не заменят Такой естественный свет Поэтому бывает, что у меня Видео может растянуться на 3 недели Например, если я его снимаю Там бывает такое Вот с влогами тоже бывало То есть у меня пока не получается Так за неделю все что-то отснять И все, потому что да Вечером, мне кажется, как-то не очень Если только вот видео Где ты просто сидишь И что-то рассказываешь Еще как-то можно при таком Освещении софтбоксами А так, конечно, нет Так вот, когда это видео Уже будет опубликовано Скорее всего, будет уже Пасхой Я вас поздравляю Кто отмечает этот праздник Поздравляю вас с этими всеми праздниками Сколько у нас тут выходных дней в мае Это просто что-то невероятное Поэтому проведите их так, как вы хотите А видео можно посмотреть чуть позже Никуда они не денутся Это очень удобно, да Что на YouTube эти видео размещены Вообще пожизненно На какой-то неопределенный срок Поэтому это очень замечательно Мы с вами никуда не спешим Я думаю, поэтому да Я считаю, что вязанию можно научиться Поэтому присоединяйтесь Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите вопросы Если у вас есть тема для следующего видео Напишите, как вы отдыхаете Бывает ли у вас такое Что вам хочется получить Такой полный детокс от социальных сетей Или у вас все устраивает Или у вас все хорошо с этим Или вы вообще не заходите в социальные сети Кроме YouTube Напишите мне ваш опыт Мне будет тоже интересно Но я желаю вам всем побольше вдохновения Удачи в вязании И всем пока